Приветствую вас, мои хорошие зрители! Ну что, прошла неделя, и мы с вами снова вместе. Всё как обычно, ничего не изменилось. Единственное изменение, мы с вами сегодня участвуем в флешмобе. Очень интересный флешмоб, мне он очень понравился. Называется он «Открываем винтажную сумочку». Объявлен Инессой Водоносовой, американским блогером. И так как я очень люблю винтажные сумочки, я просто обожаю их. У меня небольшая, конечно, пока коллекция, но если я вижу что-то интересное, я обязательно покупаю. И мне хочется вам сегодня представить мои винтажные сумочки. Мы с вами посмотрим, что же я там храню внутри. У меня в каждой сумочке что-то есть. И давайте с вами разберёмся, какие же они, эти самые винтажные сумочки. Итак, сумочка номер один. Вот эта красивенная сумочка гобеленовая. Очень симпатичная. Она мне очень понравилась в интернете. И продавалась она в лоте. В лоте вместе с другими сумочками. Там ещё была вот такая вот, видите, очень идентичная, похожая сумочка. Очень красивая. И ещё в этом же лоте была вот такая красотка. Согласитесь, очень-очень симпатичная. Они совершенно одинаковые с обеих сторон. На цепочке. И лот этот стоил очень даже недорого. Вот не помню, то ли по 15, то ли по 10 долларов. Каждая сумочка там получалась. Но когда я их получила, я стала рыться, что же это за страна, что же это за производство. И, к сожалению, обнаружила, что это китайское производство. Вот так, мои девочки. Но чтобы вы не очень сильно расстраивались, я вам покажу немножко содержимое. А потом покажу другие сумочки, которые более не менее. Итак, что же у нас хранится здесь? Давайте раскрывать вместе. Здесь у нас хранится такой же подобный, но это уже настоящий винтажный кошелёчек. Очень симпатичный. Сейчас я сфокусирую. Красивый гобелен. Так, здесь пока ещё ничего нет. Так, а что же ещё? У нас здесь ещё хранится вот такой держатель для помады. Красивенный. Внутри, правда, помаду я не положила. Так, а что же ещё? Здесь у нас духи, флакончик для духов. Очень симпатичная пудреница. Вот такая. Так, а что же там ещё? Давайте смотреть. О, вот это тоже очень интересная вещь. Это расчёска. Так, расчёску давайте попробуем с вами. Вот как она работает. Вот так. Так, сейчас я попробую её закрыть. Вот, вот так. Вот такая симпатичная, необычная вещичка здесь. Эту вещичку я купила совсем в другом месте, но она очень хорошо подходит к нашим сумочкам винтажным. Так, эту сумочку мы с вами выпотрошили. Переходим к другой. Так, что же мы храним здесь? Что же у нас тут лежит? Так. А, это я вам уже показывала. Очень красивая вещичка называется. Это майорика. Это итальянская вещичка. Мне переводила Земфира. Большой ей привет. Она мне помогала с переводом. И что это, и откуда. И я вам вставлю фотографии, какие бывают такие изделия. Симпатичный такой красивенный здесь деколь. Сценка романтичная. Романтическая. Так, а что же у нас здесь ещё? А ещё вот такая красивая таблетница. Но мне кажется, что она у нас современная. Что-то... Я не думаю, что это что-то такое. Но это под старину. Довольно приятная вещь. Так, рыщем с вами. Что же здесь ещё? О! Тоже очаровательная таблетница. Смотрите, кавалер дамам поёт песни. Они пытаются завлечь, да? Так, давайте откроем. Что же... Да, это тоже таблетница. Но и это, к сожалению, китайская под старину. Так, ну что, мы всё здесь распотрошили с вами? Да, больше ничего нет. Так, что у нас дальше идёт? Давайте посмотрим, что же у нас здесь. А здесь, я думаю, что это снова таблетница. Красивая. Вот не знаю, что это. По-моему, это эмаль. Да, это, скорее всего, эмаль цветная. Очень симпатичная. Так. Опознавательных знаков у нас нету. Но вообще вещь шикарная. Так, дальше. Что же у нас здесь дальше? О! Это, по-моему, я вам уже показывала. Такая интересная. Я думаю, что это китайская. Да, я не ошиблась. Видите, Китай иногда тоже нас радует. Так. Всё, закрываем. Переходим к следующему показу. Вот эта сумочка, кстати, тоже. Она подобная. Я не буду на ней много останавливаться. Единственное, что... Вы видите, здесь очень красиво сделано вот этот замочек, довольно симпатичный. И давайте смотреть содержимое. Это неплохой такой вот гобелен, да? И что же у нас здесь? Что же у нас здесь? Опять же, симпатичный кошелёчек. Интересно, что там в кошелёчке? Чувствуется, что в кошелёчке что-то есть. Так, что же, что же, что же, что же? О, сюда я положила. Вы знаете, да, что это за штука? А что ещё? А, это всё вот... Окей, ладно, это неинтересно. Так. Давайте смотреть, что же там. А, вот это вот тут. Это будет поинтереснее. Так. Это уже кое-что поинтереснее. Вот такая симпатичная тоже сумочка. с галантными сценами. Всё, как я люблю. Купила я её из сайта, через сайт OfferUp. И она у нас тоже с секретиком. Смотрите, что здесь. Сейчас я достану. И у нас здесь такая... Как сказать? Колье такое, да? Или подвесочка. Тоже в виде сумочки. Совершенно очаровательная. Интересно, эта сумочка открывается? Вот я даже сама не знаю. А, да! Ха! Вот это да! Она тоже открывается. Очень интересная вещичка, правда? Мини такая сумочка в сумочке в сумочке. Это у нас с вами получилось, как это? Как у Ивана Царевича. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в озере. Ну, в общем, понимаете. Убираем всё на место. И плавно переходим вот к следующей сумочке. Здесь немножечко другая техника. Здесь у нас не гобелин, а здесь вышивка бисером. Красивенная вышивка. И замочек здесь тоже очень интересный. Обратите внимание. Во-первых, какая-то интересная маркировка. Если кто-то знает, что это, подскажите. Вот так вот. И вот так сумочка открывается. Здесь внутри тоже есть цепочка. Она, по-моему, тоже... Это тоже китайская сумочка. Но выглядит она не как новая. Кто знает. Может быть, это из старых. Потому что раньше Китай делал гораздо всё лучше. Но внутри этой красавицы ничего не оказалось. Что-то я туда ничего не положила. Ну, да ладно. Но мы с вами перейдём к нашим сегодняшним шедеврам. Шедевр номер один. Вот эта красивенная сумочка винтажная. Вышитая. Очень красивая. Ну, просто, не знаю, слов нет, как она хорошо сделана. Просто вот, не знаю, розы чудесные, чудесные цветы. А что же у нас внутри? Давайте посмотрите, как хорошо сделано. Так, а внутри у нас... О! Я, оказывается, сюда положила. А внутри у нас вот это красивенное колье. Колье Роскошь. Это стеклянные бусы с эффектом АБ. И Настичка ко мне сегодня в гости приходила. Вот мы с ней соорудили. Я, видимо, решила положить это в одной сумочек. Ну, хорошо. Ну, вот теперь вы, зрители, как бы видите результат наших стараний. Но это ещё не всё. Здесь будет подвеска. Вот здесь специально мы сделали для подвески. И я вам покажу окончательный вариант. Это так, предварительно. Так, вот, значит, это колье. Дальше что у нас идёт? О, тоже сумочка в сумочке. Это зеркальце. И вещичка тоже современная. Сейчас я посмотрю, как открыть. О! Вот так. Ну, довольно приятная, интересная. Так, что же здесь у нас ещё? Это у нас тоже современная вещь. Лондон. Очень люблю Лондон. Ой, надеюсь, когда-нибудь вернусь в этот красивенный город. Это у нас тоже вот зеркальце. Что же ещё? Что-то у нас здесь, по-моему, одни зеркала. Зеркальце с жабой. И они, мне кажется, это всё современное. Это не винтаж. Но, тем не менее. Правда, интересно? Вот такая жаба. Жаба хорошенькая. Так, что же там ещё? О! Вот это ближе уже к винтажу. Мне кажется, во всяком случае. Хотя я... Ну, судя по потёртой стороне, да. Хотя я могу ошибаться. Это тоже зеркальце. Попробую раскрыть. Вот, удалось мне раскрыть. Но, вы знаете, девочки, мне всё-таки кажется, что это винтаж. Потому что винтаж более тяжёлый. Вот более здесь не жалели металла раньше. Красивая вещичка. Так, и что же у нас next? Next у нас... Ммм, симпатичный цветочек. Тоже зеркальце. Так, так, так. Открываю за кадром. Чтобы вас не мучить. Вот так. Так, и что же ещё? О! Это я вам показывала. Эту штучку я вам уже показывала. Вот это настоящий винтаж. Такая интересная. Вот. Фирма, которая в Манхэттене я вам рассказывала. Даже не знаю, как произнести. Торнео. Торнео. Ну, кто знает, зрители, поправьте меня, произнесите правильно. Ну, и мы с вами заглядываем внутрь. Это сумочка hand-bidded made in Hong Kong. То есть, опять же, мы с вами попали в просаг, да? Это всё равно интересная сумочка. Я думаю, что это старенькая. Кстати, когда я её покупала, она мне пришла такая замученная-замученная. Грязная-грязная. Хотя на фотографии она была красивая. Я уже ругалась с продавцом. Я говорю, ну что такое? Ну, в каком состоянии вы посылаете вещи? Вот. И он говорит, ну вы так дёшево забрали. Я, по-моему, то ли 13 долларов что-то такое заплатила. За не совсем копейки. Но когда я её отмыла, отстирала, она действительно очень интересная такая получилась. Ну, и чтобы вы не думали, мои дорогие, что я вас оставлю без шедевра, вот это будет наш сегодняшний шедевр номер 2. Настоящая французская сумочка. Смотрите, какая красота. Это страшная сила, конечно. Вот, такая интереснейшая застёжечка. Прелесть. Вот. Ну, и давайте смотреть, что же здесь внутри. Так. Так, так, так. Вот здесь, кстати, видно, что это made in France. Наконец-то мне попалась после всех мытаж настоящая французская сумочка. Ну, и флакончик для духов здесь. Что здесь ещё интересно? Это вы у меня видели. Это серебряная такая, или посеребряная такая расчёсочка. Что ещё здесь? Так. Здесь у нас ещё держатель для помады. Вот видите, зеркальце. И вот так вот закрывается, вставляется помада. А что за рисунок интересный? Вот у нас рисунок. Опять же, галантная сцена. Не, ну, это хорошая вещичка. Это Япония, Japan. Так, а что же там я ещё отложила? Это вы все видели у меня. И что ещё там интересного? О! Вот эта вещь. Вот эта очень интересная вещь. Это же у нас пудреница. Пудреница с часами. Вот такой пудреница я, честно говоря, ещё не видела. И давайте посмотрим. Здесь ещё есть остатки пудры. Что очень ценно. Вот такое зеркальце. Но то, что она, конечно, с часами. И очень симпатичная такая эмаль. И, конечно, это вещь. Вот. Ну, мои дорогие зрители, я надеюсь, вам сегодня не было со мной скучно. Но это ещё не всё. Так как мы с вами приближаемся ко дню Святого Валентина, я хотела вам представить современную сумочку. Вот такую красотку, всю из себя. Это вот в виде губ, да? С таким шикарным кристалликом. Здесь есть ещё и там цепочка. Он даже ещё остался. Осталась бирочка от CJ Maxx. И, смотрите, между прочим, сделана точно так же, как на винтажных сумочках. Если их можно назвать винтажными. Так. И вот это Alessia. Вот эта фирма. Так что, я думаю, кому понравилась такая вещичка, могут заказать её себе через интернет. Стоит она недорого. Но, по-моему, подарок на День Святого Валентина просто-просто шикарный. Ну, теперь я заканчиваю. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Спасибо, что сегодня были со мной. И вот вам как сравнение. Вот эта настоящая винтажная французская сумка. Ну, а эта современная. Каждая из них имеет место быть. Люблю всех. Целую. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok